Эти кадры сделаны накануне местными жителями Беслинея. На них хорошо видно, как поток воды бежит по улицам Аула. Но не только по центральной, но и по прилегающим. Из-за обильных дождей, которые начались тут три дня назад, под воду ушли тротуары, проезжая часть и даже часть домовладений. Измотая на то, что в Беслинеи с самого утра работает техника, последствия осадков даже сейчас видны невооруженным глазом. Для местных жителей непогода стала настоящим испытанием. Вода начала приходить примерно с 12 ночи. И мы до трех-четырех утра стояли на улице, ничего не могли делать. Вот, как видите, все затопило. Некоторые в дома зашли, некоторые, вот, как видите. Это сейчас она ушла, вода? Да, это сейчас она ушла. Вот видите, там вот эта отметочка, вода вот до туда была. И ушла потихонечку. Вот видите, экскаватор копает, там уже так не заходит, потихонечку вода отходит. По предварительным данным, в аулах Беслинеи и Инжичишка пострадало больше ста дворовых участков и порядка 20 домовладений. Где-то последствия обильных дождей уже ликвидированы, где-то работы еще продолжаются. Впрочем, ливни не только подтопили дома и улицы, но размыли и в некоторых местах региональные дороги. Вот, к примеру, как здесь. В результате вот этих обильных дождей, вот, с полей пошла вода сюда, наполнила обводной канал. И она не смогла вот пройти вот этот наш мостик, воды очень много было, она ее обошла. И вот в результате вот это у нас оказалась размытая вот эта территория. Воды было очень много, тут три трубы лежат, но они не попадали. Вообще вот по следам видно, сколько тут воды было, очень много. Много потому, что, как говорят специалисты, только за вчерашний день тут выпала месячная норма осадков, с которыми не смогли справиться даже все водоотводные каналы. Объем воды был, ну, очень большой, практически как река Малозеленчук. И вся эта вода, естественно, хлынула в населенные пункты. И водоотводные каналы, они не способны, у них нет такой пропускной способности, скажем так. Последствия ливня будут ликвидированы в самое ближайшее время. Такое поручение дал руководитель республики Рашид Тимрезов, отправивший к месту ЧП специальную комиссию в составе председателя правительства Карачаева-Черкесской республики Мурата Аргунова, главы регионального минстроя, управления ПГО и ЧС, а также представители Карачаева-Черкесск Автодора. Решения по ликвидации, последствия затопления и по замене дорожного полотна были приняты незамедлительно. Мы посмотрели региональные дороги, которые были подмыты, посмотрели мосты, через которые поверх прошла вода. Было ясно, что не способно было такой объем пропустить само устройство, это гидротехническое. И сейчас будут делаться проекты, смотреть возможности на расширение и увеличение пропускных способностей этих каналов и мостов. Что касается потопленных домовладений, то комиссия уже провела подомовой обход и по их заключению пострадавшим будет оказана всесторонняя помощь.